Сергей Бойко у нас на связи. Не в первый раз. Здравствуй, Сергей. Привет, привет. Да, но подозреваю, что в последний, потому что только я анонсировал, что будет Сергей Бойко. Сразу комментарий. Бойко, бойко, сердечки, сердечки. Про меня никто не пишет, все только пишут, как хорошо, что Бойко с нами в эфире. Поэтому последнее явление Сергея Бойко сегодня у нас. Сергей, слушай, все обсуждают эту тему с мистером Сидором. Он шел по регионам последние два дня. Сегодня стало известно, что добрался до Кургана. На твой взгляд, почему в благословенном 2023 успешном году люди травятся гадостью? Есть ли социальные предпосылки к этому? Очень часто, знаешь, уходят в такой victim blaming, что, ну типа, а что они пьют? А что это они пьют? Вот они пьют и поэтому умирают. На самом деле в России пьют, это байка такая, что в России много пьют. В России пьют не больше, чем в куче других европейских стран. Ну да, люди пьют алкоголь по всему миру, это нормально, ну кроме мусульман. Это нормально и ничего в этом такого страшного нет. Проблема здесь совершенно в другом. Проблема в том, что пьют дешевое. Ну в России, в богатой стране, очень бедные люди, я бы даже сказал нищие. Поэтому, что бы они ни делали, пьют они или едят, они выбирают по цене, не обращая внимания на качество. Вот что дешевле, то и пьют. Ну а, соответственно, дешевле получается паленый метил, чем по всем, проведенный по всем правилам, со всей легальностью, со всеми акцизами нормальный этиловый спирт. Ну вот и получается, что когда народ ищет дешевого, производители на это отвечают тоже максимально. Ну, хотите дешево, нате, ну а потом, да, потравились. То есть можно точно так же и молочком, и творожком отравиться, если выбирать по принципу только цена, если предприниматели так реагируют. Проблема в том, что страна бедная. Точнее как, страна богатая, народ бедный. Вот у меня, да, и было желание в конце тебя спросить, как это можно исправить, но я так понимаю, ты ответил, что повышать благосостояние, я так понимаю, тогда гадость пить перестанут, на твой взгляд. Даже не благосостояние. У нас, еще раз, страна-то богатая. Вопрос не в благосостоянии, а в распределении богат. Я сейчас прикину, какую социалистическую повестку двину, да. У нас же, вот война началась, полтора года война. Сразу видно, у тебя мэр локоть. Полтора года война, и люди обеднели сильно. А если ты посмотришь статистику по миллиардерам российским, то они стали богаче. То есть народ стал еще беднее, а путинские дружбаны стали еще богаче. Вот проблема в России не в том, что денег нет, а в том, что они чудовищно неравномерно, чудовищно. Россия одна из лидеров в мире, никакой Индии не снилось. Россия одна из лидеров в мире по неравномерности распределения. То есть кто-то глушит там 20-летние выдержки коньяка, кто-то вот то, что осталось. И скажи, пожалуйста, хочется тебя спросить про тему выборов. Не зря ты региональный депутат, депутат горсовета. Вот сегодня стало известно, что ДЭК... Да-да-да, самый настоящий депутат из народа. Стало известно, что ЦИК, ну мы это с тобой ждали давно, что он отведет, что ДЭК присловут дистанционное электронное голосование, оно будет действовать в российских регионах, и в Новосибирске твоем, и в принципе вообще в 24 регионах, и Крым тоже там аннексированный будет. И хочется спросить тебя, на твой взгляд, во что сейчас превратятся выборы? То есть у меня аналог в голове, это то, как выглядят суды, когда закрытые процессы. То есть вот вроде как суд идет, но ты узнаешь только приговор. И вот выборы, когда есть ДЭК, они тоже кажутся такими. На твой взгляд, действительно так оно и будет? Или, возможно, функция каких-то наблюдателей? Возможно, функция там приглядывания за ДЭКом? И возможно ли проникнуть внутрь этого ДЭКа, если ты не Алексей Венедиктов? Смотри, проблема намного шире, я чуть-чуть уведу все-таки, от ДЭКа. Дело в том, что выборы, это же не только голосование и подсчет. У нас всегда, когда говорят про выборы и про то, чем они там закончатся, очень часто мы уходим в вопрос, а сможем ли мы правильно посчитать то, что там в урны, нападало. Но на самом деле проблема-то в том, что урны – это только конец истории. А вся история в том, а где кандидаты, а насколько у них равный доступ. И достаточно давно уже в России осуществляется не за счет голосования, а за счет допуска кандидатов. Ну вот, например, мы в 2020 году пошли в Новосибирске на выборы и выиграли, и набрали голосов, создав коалицию за три месяца, администрационную коалицию за три месяца до выборов, мы набрали голосов всего на 15% меньше голосов, чем… Не на 15%, в абсолютном, а в смысле в относительном соотношении, чем единороссы, у которых бюджеты были в 20 раз больше. То есть бюджеты в 20 раз больше, а голосов на 15% больше. И в 2021 году эту проблему решили просто. Когда мы в соседнем с Новосибирском Бердске выставили 20 кандидатов, их просто всех не пустили. И все. Нет кандидатов, нет проблем. И это уже давно так. В этом плане ДЭК существенно изменит, не существенно изменит. Да глобально все равно можно всех, кто хоть заикнулся, что ему война и Путин не нравится, просто снимаешь с выборов и все. И уже не важно, ДЭК там или не ДЭК. Но, безусловно, безусловно, остается всегда вариант белорусский. Но когда, грубо говоря, выдвигается единоросс и его уборщица, и народ голосует за уборщицу, потому что она хотя бы не член Единой России. Такие голосования, конечно, и были, они происходят. Вот буквально недавно же в Забайкальском крае такую штуку устроили. То есть там не уборщица, там был прораб. Единороссы прораб, но прораб всяко лучше единоросса. Хотя прорабы это те люди, которые как прапорщик в армии, все зло осуществляют, олицетворяют точнее. Безусловно, ДЭК, конечно, добьет все, что там от выборов осталось. Потому что так хотя бы наблюдатели, и видно избирателя, то есть тушка избирателя должна быть, ее можно в натуре посмотреть на участки и хоть как-то что-то проконтролировать. А в ДЭКе ноль примерно контроля. Там кроме Венедиктова больше никто ничего не знает, что там происходит. Поэтому даже вот такое опрокидывающее голосование будет намного сложнее устроить, потому что все, что надо, в ДЭКе дорисуют. Ну, глобально наблюдателям тоже, кстати, ограничивают. Ты говоришь, или наблюдатели что-то могут. Там же Госдума уже выдвинула инициативы отобрать последнее, что там оставалось у наблюдателей, доверенных лиц, кандидатов запретить, все остальное. То есть они и вживую наблюдателей на участке тоже не очень хотят пускать. В этих условиях без разницы, ДЭК или голосование. И то, и то будет черным ящиком, и в том и в том нарисуют все, что захотят. И я уже поговорил с тобой как с политиком, я поговорил с тобой как с экспертом по алкоголю, как с военным экспертами. Я еще с тобой не разговаривал. С Илью нашел эксперта по алкоголю. Я месяц уже не пил, наверное, месяц алкоголя никакого не пил точно. Я общал не очень много. Страшный месяц. Дорого! Хороший алкоголь дорого, а дешевый алкоголь, видишь, чем заканчивается. Нам предлагают поставить зрителя титру на тебя другой. Сергей Бойко месяц не пил и оставить так. Но о чем хочется спросить тебя, как военный эксперт, военного эксперта. Вчера российские войска нанесли удар по танкам. Сказали, что это леопард. А спустя какое-то время, конечно же, все поняли, что это на самом деле были комбайны. Ну, понятно, кто там чуть поумнее хотя бы немножко. Они поудалялись из соцсетей. Но в целом никто это все удалять не стал. И до сих пор они трепут по телевизору, что мы там леопард долбанули. На твой взгляд, почему они все это делают? Почему не перечеркивают? Ну, взяли бы, извинились, удалили бы. Почему они не вертаются назад? Стыдно или что? Ну, неумение признавать ошибки, конечно. Это же прямо вся тема путинская на этом построена. На неспособности, неготовности признавать хоть какие-то ошибки. Я у себя в передаче рассказывал, я очень коротко тебе скажу. У нас сгорела в Академгородке центральная больница. И один человек погиб. Ну, там гигантский пожар, там просто надо было видеть, как полыхало. Один человек погиб. Ну, успел вице-губернатор, известный тебе вице-губернатор Петухов, он очень широко известен своей подлостью и лживостью. Ну, он бывший руководитель обл. избиркома, раз уж мы про выборы говорили, да? Заявил, что никто не погиб. Ну, один человек погиб. Казалось бы, что проще сказать? Ну, да, ошиблись. Ну, один человек погиб. Там гигантский пожар, все понимают. Больницы, реанимации, люди некодячие. Ну, всякое может быть. Но он уже все, уже сказал, что никто не погиб. Ну, и начали там объяснять, что родственники, родственники сами дураки, ничего не понимают. На самом деле, это не там, и не тогда, и вообще, и все это не то, и не тот человек. И целую историю уже этого устроили. Так же и здесь. Ну, то есть, нельзя же просто взять и сказать, ну, мы фигню какую-то спороли. Надо продолжать изобретать какую-то фигню. Комбайн там, не комбайн. Вообще, если посчитать, сколько они там отчитываются, сколько ничего подбили, у НАТО столько нет самолетов и танков, сколько уже Канашенко разбомбил. Спасибо, Сергей. Спасибо за этот разговор. Спасибо за этот месяц, который так мощно проводишь. Жду тебя в эфире еще. Сергей Бойко был у нас в эфире. Привет. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Все то, что мы делаем на этом канале, мы выпускаем благодаря вашей поддержке. Становитесь спонсором канала «Популярная политика», либо подписывайтесь на нас на Патреоне. Ссылка в описании под этим роликом. Спасибо большое. Нет войне. Свободу Алексею Навальному. Продолжение следует...